Что сейчас происходит в регионе узнаем вместе. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. В Архангельске предъявлены обвинения в коррупции двум сотрудникам МЧС. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве. Коррупционеров задержали при передаче взятки сотрудники регионального ФСБ. Общая сумма полученных денежных средств составила 1 миллион 800 тысяч рублей. В одном случае составлялись липовые акты. После проверок в УЗИ суммы взятки включались в контракт, а деньги проводились через чужие счета. Кроме того, один из сотрудников ГУ МЧС России по Архангельской области в 2015 и 2016 годах потребовал от своего подчиненного сотрудника передать ему взятку в виде денег на общую сумму 100 тысяч рублей за принятие расчетов пожарных рисков по помещениям торгового центра, расположенного в Соломбальском округе города Архангельска, а также частного детского сада в областном центре. Один из обвиняемых вину не признал, а сейчас под стражей, другой сознался и находится под домашним арестом. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере от 80 до 100-кратной суммы взятки и отстранение от должности на срок до 3 лет. Несколько деревень Верхнетоемского района, в которых проживают около 150 человек, остаются без фельдшерского пункта, а самое печальное – без переправы через реку. Какие страдания терпят люди, губернатору рассказала одна из местных жительниц во время личного приема граждан. Транспортную проблему Верхней Тоймы Игорь Орлов взял на личный контроль. Подвесной мост был единственной дорогой в районный центр для жителей деревень Вершининского Кустам. В этом году районные власти признали его аварийным. Дощатый настил на тросах изрядно устарел. Чтобы не допустить повторения трагедии 2005 года, когда с моста упали и утонули четверо человек, переправу закрыли. Мост этот восстанавливать ни в коем случае не буду, потому что по нему ходить опасно. Тогда как вот просто знакомые погибли, я просто этого не перенесу. И в этом году столько вылилось негатива всего, но закрыло, что бы это ни стоило. Человеческие жизни прежде всего. Проблема с переправой на вершину была обозначена перед губернатором еще в ходе его рабочего визита в Верхнюю Тойму. Сейчас разрабатывается проект строительства низководного деревянного моста грузоподъемностью 10 тонн. Параллельно от предпринимателей поступило предложение о строительстве наплавного моста грузоподъемностью до 40 тонн, пояснил жительница Верхней Тоймы Игорь Орлов. Губернатор дал поручение региональному министру транспорта Вадиму Кривову до конца года решить все технические задачи, чтобы в 2018 начать строительство нового современного моста. Еще одно поручение губернатора обеспечить ФАП в вершине специалистам должно быть решено с участием главы Верхнетоймского района. Безопасность ребенка – это прежде всего ответственность родителей. С начала июля в регионе зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон. Так, 12 июля в Котласе произошел вопиющий случай. Трехлетний малыш выпал из окна квартиры. Родители не досмотрели. Ребенок получил многочисленные ушибы и ссадины. К счастью, обошлось без серьезных травм. Известно было, что он выпал из квартиры, из окна третьего этажа, упал на москитной сетке. То было открыто окно, по всей видимости, была москитная сетка. Ребенок на нее оперся и выпал. Упал на газон. Был доставлен к нам в приемное отделение бригады скорой помощи. Такой случай далеко не единственный. Итак, 8 июля в Коряжме из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок выжил, но получил множество травм. А 13 июля поступило сообщение о падении малыша в Приморском районе. Во всех случаях дети находились одни в помещениях с открытыми окнами. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой надлежащим образом следить за своими детьми. Ни в коем случае не оставлять их без присмотра даже на короткое время. Около трех тысяч абитуриентов подали документы для поступления в САФУ на программы бакалавриата. Бюджетных мест в этом году более полутора тысяч, помимо жителей Поморья. Особый интерес к поступлению в ВУЗ проявляют абитуриенты из Вологодской, Мурманской областей, Республики Коми. Всего документы поступили из 41 субъекта страны. Кроме того, около 130 заявлений от граждан Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Традиционно наиболее востребованными среди абитуриентов является направление подготовки высшей школы экономики, управления и права. Это менеджмент, экономика, государство-миниципальное управление, юриспруденция, направление подготовки высшей школы социально-гуманитарных, наук, журналистика, реклама и связи с общественностью. Большой интерес абитуриенты проявляют направление подготовки нефтегазовое дело, строительство. Прием документов на очную форму обучения завершится 27 июля. Подача заявлений на магистрские программы продолжится до 12 августа. В поселке Рочек, да это Виноградовский район, открылся музей. Новый, единственный и выстраданный. Материалы для экспозиции собирались непросто. Поиски подходящего места тоже были нелегки. Но сегодня экскурсии в Рочекотском музее уже проводятся. Этот памятник был открыт в Рочекде два года назад в честь участников Великой Отечественной войны. Событие сподвигло рочекотцев на еще один шаг – создание собственного музея. Там, где раньше располагалась аптека, сегодня можно получить лишь одно лекарство – от забвения и незнания своей истории. Небольшое помещение ремонтировали всем поселком, покупали обои, клей, краску. В течение года, конечно, трудились очень долго, до 10 часов вечера. Небольшая у нас группа была. В общем, мы все делали. Инициативные рычаготцы жалели, что не успели открыть музей к 9 мая. Хотя выставка, посвященная землякам-участникам войны, была готова. В планах – дополнить ее материалами о леспромхозе, который был открыт в Рочекде как раз военное время. Леспромхоз открылся как раз в 1942 году. Нужна была продукция фронту, и поэтому заказы-то были серьезные. Это были спецассортименты так называемые. Это авиафанера, это оружейная болванка. Готовит музей и еще одну выставку, посвященную известному штангисту, двукратному олимпийскому чемпиону Василию Алексееву, который детские годы провел в Рочекде. Кроме того, в поселке сегодня активно готовятся к традиционным Алексеевским гуляниям. Приглашены у нас творческие коллективы со всего района Виноградовского, приглашены спортсмены, штангисты с Архангельска-Северодвинска. Сейчас у нас, значит, объявлен конкурс на стихи, частушки, посвященные Алексееву, Алексеевским гуляниям, и на кулинарный шудеф, что ли, вот так вот, можно сказать, посвященный тоже Алексееву. Это торты, пироги с изюминкой какой-нибудь. В программе Алексеевских гуляний также чествование самых активных жителей поселка. И, конечно, соревнования, в которых примут участие и рычагоцы, и приглашенные спортсмены. Торжества начнутся 30 июля. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Вышел в свет свежий номер областной газеты «Правда Севера», как всегда, на страницах издания. Множество любопытных тем, и вот некоторые из них. Парад Соловецких юнг принимают Москва, Архангельск, Соловки. За что юнгу Гурия Николаевича Валыхина хотел выпороть сам адмирал флота Николай Кузнецов. За пять месяцев картофель стал в полтора раза дороже. Почему инфляция снижается, а борщевой набор дорожает? Абитуриенты сверяют баллы, выбирая вуз. Студент, будущий журналист, провел свое исследование. Сколько стоит прожить, обучаясь в Северном университете России? Зачем китайские студенты приехали в Архангельскую глубинку? Почему китайский театр начинается с веркала? 80 лет назад ледокольный пароход «Садко» пробился к острову Рудольфа, доставив грузы зимовщикам. Есть повод вспомнить. Также в номере афиша культурных событий в Архангельске и области и телепрограмма. Читайте «Правду Севера». Оставайтесь в курсе событий. Сегодня в эфир Архангельского телевидения выйдет очередной выпуск проекта «Городская среда». Гостем программы станет начальник управления транспорта, дорог и мостов городской администрации Алексей Потолов. Тема – дорожные ремонты и автобусные сообщения. Где и какие магистрали отремонтируют в этом году? И как проходит реформа общественного пассажирского транспорта Архангельска? Присоединяйтесь к нашему диалогу. В эфир программы сегодня в 7 часов вечера. Мы ждем ваших звонков в телефон студии прямого эфира 211-385. Ну а итоги дня подведем в 19.30 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова